В Санкт-Петербурге в одном из павильонов выставочного комплекса Ленэкспа разворачивают госпиталь для больных коронавирусом. На площади 11 тысяч квадратных метров разместят до тысячи койко-мест. Российские нефтяники продают бензин на бирже в убыток. Оптовые цены на марку АИ-92 снизились на 11%. Эксперты объясняют это резким падением спроса на бензин на автозаправочных станциях. В Татарстане парикмахерским разрешили возобновить работу. Сотрудники салонов обязаны использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мерить себе температуру и проводить дезинфекцию помещения. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предсказывают серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом. Руководство ВОЗ заявило, что смягчать карантинные меры сейчас нельзя. В США уже вторую неделю проходят акции против карантинных мер и режима самоизоляции. Демонстранты требуют ослабить ограничения и начать восстановление экономики страны. Накануне 150-й годовщины со дня рождения Владимира Ленина председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов провел всесоюзное торжественное собрание, посвященное юбилею. В онлайн-конференции приняли участие более 900 аудиторий во всех регионах России, бывших республиках Советского Союза и дальнем зарубежье. В своем вступительном слове лидер КПРФ подчеркнул, что победоносная социалистическая революция, которую возглавил Ленин, дала надежду всему угнетенному человечеству, вдохнула в него силы бороться за преображение мира. И только гений Ленина, его идея создать и воссоздать страну не на основе имперских амбиций, не на основе национализма, на основе труда, справедливости, дружбы народов. Удалось в мирной и демократичной съезде восстановить нашу тысячелетнюю государственность, но в форме советской страны. Власти впервые на планете трудового народа, рабочих, крестьян, интеллигенции. Мир народов, хлеб голодный, земля крестьянам, заводы рабочим, власть советов. Пять лозунгов. И страна, и планета захотела слушаться и прислушиваться. И полумертвая страна стала возрождаться в форме советской власти. Геннадий Зюганов напомнил, что эти задачи решались под руководством, созданной Лениным партии нового типа, партии большевиков. Именно Ленин предложил идеи новой экономической политики и грандиозный план электрификации страны. Заложил основы долгосрочного планирования народного хозяйства и разработал программу модернизации экономики. Сталин продолжил эту уникальную политику. И за 10 лет мы построили 9 тысяч лучших заводов. От распавшейся и разрушенной промышленности, от денег, которые мерили метрами, до золотого рубля и советского рубля, который был самой надежной и устойчивой валютой. Такой путь прошла наша держава за 20 лет. Еще в начале прошлого века Ленин теоретически описал важнейшие мировые тенденции, напомнил Геннадий Зюганов. Так, капитализм и его высшая стадия – империализм, когда хозяином мира стала финансовая олигархия, сегодня оказались не способны противостоять вызовам современности. Как оказалось, капитализм не способен решить ни одной социальной задачи. И когда ООН посчитала и посмотрела, то болезней стало больше. Появились те, которые не знают, как лечить. Что бедность охватила целые африканские страны. Что наша держава, в которой Горбачевы, Ельцины, Яковлевы и вся эта свора предала идеалы Ленина и советской власти, не в состоянии решить ни одной проблемы и бултахается из одного кризиса в другой. Главная задача в текущих условиях – сплоченность всех левопатриотических сил вокруг КПРФ для борьбы за права трудящихся. Партия предлагает глубоко обоснованную антикризисную программу, основанную на опыте народных предприятий, государственного планирования и, самое главное, на уникальном ленинско-сталинском опыте. Мы с вами все делали и сделаем для того, чтобы объединить наши три программы. Программу «10 шагов достойной жизни», 12 законов, которые позволяют сформировать бюджет развития и 15 поправок, которые мы внесли в Конституцию. Сегодня кризис обостряется, планета проваливается в эту яму, мы проваливаемся быстрее других. И вы должны прекрасно понимать, что хотя у этой власти есть некоторый опыт преодоления, но без левого поворота, без справедливости, без коллективизма, без настоящего патриотизма, без подлинной государственности, без плана управления, без опоры на талантливых людей решить эту проблему невозможно. Перед собравшимися выступили первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко и лидер белорусских коммунистов Алексей Сокол. С приветственным словом к участникам обратился посол Кубы в России Херардо Порталь. О проделанной работе рассказали губернатор Орловской области Андрей Клычков, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и руководитель подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Полностью всесоюзное торжественное собрание смотрите на сайте нашего телеканала и на партийных интернет-ресурсах.